Посмотри сколько грачей на этих на проводах гирляндами висят видишь да вот и главное подлетает и подлетает сейчас смотри какая тушь и только одна прошла тушь и вторая и никто на них не охотится у них и мясо хорошее несчастная утка она не может нигде кроме воды питаться и все за ней охотятся и легко выследить а этот на любой новозной кучи на я сойди выследи его он на провода сел утка не сядет несправедливость а кому эту петицию подать даже не знаю вот как жалко да все стреляют миллионы охотников и бьют ни за что этот грач под солнышки выклюет а утка нет вообще никакого вреда не приносит кроме красоты и скажи весь свет везде в германии во франции везде стреляет уток грачей море вот они где ну замените хоть на один год то ты посмотри сколько их там тучи и вот так вот задумаешься об этом но почему у нас тут грачей маленьких брали не маленький пузатый жирный жирный он залезет за голу держит мотнет он летит вниз без головы он пальцем живот ему раздирает моет в воде здесь полное ведро одно второе на одной березе сюда 8 10 гнезд умножить на 5 40 грачат вот такие вот 40 это много на одной березе а сейчас никто не ест их я не знаю кто ест их вот сегодня при всех недостатках что горюча не было пришлось выискивать это что проработал 9 часов 5 минут стал трактор горющего нет на рыжковском работали а как ну не сказал вовремя позвонить некому я давай лёше телефон заблокирован оказывается он во дворе был под крышей нету вышел на улицу совершенно не пришлось такую дать по траве велосипед тащить а он прошел едешь вот так как стиральной доске после бульдозера то ехать то невозможно там у нас кто-то сидит пастух или кто на качелях он видно я неправильно сказал да кто то есть да думаю что пасту да ну и что позвонили начальнику начальник говорит ни одна машина к вам идет не день бензовоз идти не может даже где ядровой не пройдет после дождя что делать маленько погодя начальник говорит вы ваша фермер есть вы у него возьмите их счет того что он работал высчитайте и заправьте на пошел к игорю сказал он 20 с лишним этих канистр по 20 литров 13 залили остальные остались и масло я пришел сейчас я говорю обещал тебе вечером рассчитать за него что стоит у масла залил ему на 10 литров 7 по 70 рублей 700 рублей и дизельное топливо 260 литров по 34 рубля и того 9540 это заправка только вот какое дело мы все сегодня это тв24 это правильно это не горит они горят россия 24 канал а то это просто так приехали в мамонтово оттуда мы дозвонились а жене дал этот график такой они на нем приехали опять давай снимать чего они в нас и нашли я не знаю я говорю вы бы ехали домой то вчера так не поехали опять приехали сюда давай фотографировать и подошли посмотрели как у нас работа идет интересно так это такую даль лететь и говорят вот говорит мы она мне и говорит это который кто-то пираник как назвать его не знаю оператор оператор может быть а она то главный вопрос задает говорит и созвонились роспотребнадзором и они как ни под каким видом комментарий не дает я врачу не будут давать то сталин раздавал комментарий что 100 миллионов расстрелял все ради он будет давать то они же знают что стреляли то не в ту игру то против детей я начал перечислять разные людей которые интервью никогда не дают потому что они делали не добрые дела так вышла считаете они такие же да зачем считать на детей нападают ну еще бы мне рассказать сказать мы ненавидим детей поэтому прогнали их отсюда здоровые крепкие дети за 45 лет ни одного не отравленный не больной что доказывать то по нормам по вашим нормам везде болеют под капельницами лежат вот прикидываются немощными ну и все как бог даст завтра сей дождь будет мой бальдадерист говорит а на болото не поеду а вам надо и будет идти туда делать сток ты все знаешь запишешь что брать с собой размеры сегодня все запиши пойдем на южный